Евгений Алексеевич, скажите, пожалуйста, а вот что вы чувствуете, когда это все придет к финишу, к хорошему, естественно, для нас финишу? Ой, тут я вас ничем не могу порадовать. Я пессимист, и я боюсь, что... Вот вы спрашивали меня, и как-то мы с этого разговора, если угодно, съехали. Что может Путин сказать своему народу, который он презирает и в грош не ставит? А он выйдет и скажет в какой-то момент, даже если он вынужден будет увезти все свои войска с территории Украины, последует недавнему совету Пригожина, выйдет и скажет, ставим большую жирную точку в истории с так называемой специальной военной операцией. Ну, так называемой, я от себя добавляю, конечно, так называемой не будет говорить. Все, мы победили. Мы перемололи всех украинских нацистов, мы демилитаризовали Украину, все украинская военщина обескровлена, все нацики отправились в мир иной. Все, ура, ура, мы уходим. Помните, как в феврале 89-го года, ведь тоже никто не говорил, что мы выводим войска, потому что мы проиграли войну с мужиками. Выполнили интернациональный долг. Выполнили интернациональный долг и уходим высоко, гордо подняв голову. Вот так. Вот примерно то же самое он может сказать, что все, мы победили. И день вывода войск из Украины, начало или конца, объявит еще днем победы. Запросто. И дальше будет строить такое вот государство, это вам будет Северная Корея. Это будет антиутопия Владимира Сорокина, День опричника, воплощенная в абсолютную российскую реальность. Евгений Александрович, так а если Крыма не будет, что он скажет? Вот так победили, что и Крыма нет у нас? Слушайте, да найдет, что сказать. Да найдет, что сказать. А кто сказал, что мы отдали Крым? Что-нибудь такое словесное вывернет, что мы здесь с вами все попадаем. Понимаете, ведь что я думаю на самом деле? Вот у меня такое ощущение, что история про Крым, она перестала быть, иметь такое значение и такую ценность для российского обывателя, которую она имела 10 лет назад. Я вот совершенно не удивлюсь, если провести там опрос общественного мнения сейчас и спросить людей, грамотно спросить людей об их отношении к возможной утрате Крыма, то выяснится, что... А им, в общем, по барабану. Вот прошла эта самая история про «Ура, ура, Крым наш». Все. Эта песня уже много раз спета, и, как вот бывают там шлягеры, которые исполняются там на всех площадках, от больших концертных залов до привокзальных ресторанчиков, а потом раз и перестают эту песню петь. Вот я не удивлюсь, если окажется, что эта песня про «Крым наш», она уже совершенно никого не заводит в Российской Федерации. Понимаете? Ну, нет, конечно, если там придворные социологи пойдут, если будет поставлена такая задача спрашивать у людей, как вы относитесь к возможной потере Крыма, они, конечно, скажут отрицательно. А если как-то вот построить, знаете, открытый вопрос, скажем, попросить их перечислить возможные последствия окончания войны с Украиной, которых они опасаются, войны против Украины я хочу поправить. Вот, предположим, вы социолог, и вы идете, задаете вопрос один и тот же, интервьюируемым, респондентом. Перечислите, пожалуйста, те возможные последствия поражения России даже, скажем так, в войне против Украины, которые вас тревожат, которые вас беспокоят, о которых вы опасаетесь. И я не удивлюсь, если потери Крыма там вообще не будет упомянуты. Это вот в свое время были реальные опросы общественного мнения в 90-е годы, когда социологи спрашивали в лоб российских граждан, вы опасаетесь расширения НАТО на восток? Вот когда первая волна расширения НАТО происходила, и когда в НАТО вступали бывшие страны социалистического содружества, там Польша, Чехия, Венгрия и так далее. И в ответ на прямой вопрос они говорят, да, конечно, мы очень опасаемся. А когда те же самые социологи просили перечислить ваши главные страхи, чего вас тревожит в будущем, ни один человек, там к нулю стремилось количество тех, которые вспомнили про то, что их может беспокоить, они могут бояться расширения НАТО на восток. Вот я не удивлюсь, повторяю, что если попробовать задать открытые вопросы, перечислить страхи, которые испытывают сегодня рядовые граждане России, если их можно сегодня называть вообще в полном смысле гражданами, вот они потерю Крыма не назовут. И придумает что-нибудь Путин, он скажет, там, из гуманитарных соображений, чтобы ушли, чтобы приотвратить геноцид русских в Крыму, или что-нибудь еще такое. Придумаю формулировку. Я считаю... Чтобы избежать там кровопролития и чего-нибудь еще. Я уверен, что если Путина завтра, например, не станет, вот физически или отставкой, или что угодно, война тут же, в ту же минуту прекратится. У вас такое же ощущение или нет? Что это война Путина прежде всего? Его какая-то вавка в голове? Конечно, это война Путина, это вавка в голове. И очевидцы того, что происходило в Кремле накануне начала войны и сразу после, были потрясены тем решением, которое принял Путин. Оно даже для абсолютных путинских лоялистов было шоком. Но каток асфальтовый, который катится с горы, очень трудно остановить. Понимаете, война, которая развязана против Украины, это вроде этого асфальтового катка. Легко было, может быть, остановить этот каток в самом начале, когда он только тронулся с места. А когда он летит на полных парах, там такое количество проблем, которые надо начинать разруливать. Я не уверен, потому что кто-то из тех... Ну, допустим, окей, поест он грибков, как говорится, и скончается апоплексическим ударом, как государь-император Павел Петрович в свое время. Да? Понятно, что сразу начинается борьба за власть, потому что нет очевидного преемника. Вот нельзя сказать, что есть очевидный преемник сегодня. Есть номер два там в Кребле, в окружении Путина, на которого можно сразу пальцем показать. Ну, формально это Мишустин, но я совершенно не уверен в том, что другие люди, другие сильные игроки вот так вот согласятся, что Мишустин следующий президент. Исполняющий обязанности, да. Но дальше начинается страшная борьба за власть, потому что исполняющий обязанности должен по Конституции. И в этой части, я думаю, она будет соблюдаться в течение трех месяцев, организовать и провести выборы нового президента. И вот тут уже, как говорится, пойдет брат на брата. И брат на брата по элите. И сестра на сестру. Да, и сестра на сестру. И там все кровью могут умыться. И в этот момент, знаете, возможно, может оказаться, что будет недостановки непосредственных боевых действий. И никто из наследников Путина не будет ощущать, что он имеет достаточную легитимность для того, чтобы развернуть одномоментно политику в другом направлении. Вот вы вспомните 1953 год. Вот умирает Сталин, да. Все понимали бессмысленность и жестокость сталинских репрессий. Более того, у некоторых, как у Молотова, родственники. У Молотова жена в лагере сидела, да. И, по-моему, первое, что сказал Молотов Берии... Верните Полину. Верни мне, Лаврентий, верни мне Полину. Но, заметьте, была амнистия уголовникам летом, холодным летом 1953 года. Помните кино, конечно, да. А вот амнистии политзаключенным сразу массовая амнистия, массовая реабилитация не последовала. 56-й год к 56-й году. Нет, ну, там были отдельные решения, там сразу заработала какая-то комиссия, и даже несколько. Вот известный российский журналист Павел Лобков недавно сделал документальный фильм о том, как одна из таких комиссий работала. Но он не упомянул про то, что там была другая комиссия во главе с секретарем ЦК Поспеловым, которая тоже готовила реабилитацию. Более того, если внимательно перечитать документы, о которых рассказывает тот же самый Константин Симонов в своей мемуарной книге «Глазами человека моего поколения», он там упоминает такой интересный эпизод, что вскоре после смерти Сталина членов ЦК и кандидатов в члены ЦК стали вызывать в Кремль. Я прямо в Кремле, в Кремле, не в здании ЦК КПСС, а в Кремле было оборудовано несколько кабинетов, где, что называется, под расписку давали читать секретные материалы относительно дела врачей. И, судя по всему, это организовал Берия для того, чтобы подготовить, скажем так, мнение членов высших партийных органов к грядущему разоблачению преступлений Сталина, потому что в этих документах, например, были расшифровки телефонных разговоров и разговоров в кабинете Сталина, где было видно, что Сталин непосредственно руководил вот этим делом врачей и требовал более жестоких мер следствия, требовал, чтобы из врачей выбивали признание в том, что они агенты всех возможных западных разведок и что они сознательно не лечили, а калечили членов высшего партийного руководства, которые были их пациентами. Поэтому вот тогда не свернули сталинистские репрессивные практики одномоментные. Поэтому у меня есть определенные сомнения в том, что вот преемники Путина смогут и войну остановить вот так же. Прекратить огонь может быть, а вот дальше, понимаете, они же испугаются того, что... Сколько сейчас? Разные оценки существуют, количество людей, которые погибли в этой войне со стороны Российской Федерации. Но я верю абсолютно, что цифра 200 тысяч, она близка к истине. А у этих 200 тысяч убитых и тяжело раненых, безвозвратных потерь, я имею в виду, есть жены, дети, родители, друзья, родственники. Мы жили, их на них начкать. Им белая лада – предел мечтаний. Я не думаю, что так все просто. Я думаю, что для многих будет тяжелейшим ударом, когда с какого-нибудь высокого партийно-правительственного омвона и даже кто-то из иерархов Русской Православной Церкви вдруг объявит, что эта война была ошибкой, что это была преступная война, и мы ее прекращаем. Это вызовет... Кому-то будет наплевать, а кто-то как же, за что же у меня сыночек мой погиб, или за что муж-то мой погиб-то? Мы-то думали, что он родину защищает, а он, оказывается, участвовал в преступной, бесчеловечной войне. Евгений Алексеевич, напоследок, вот вы знаете, я обращаюсь все время к россиянам, которые меня смотрят, и говорю, бегите скорее, бегите, дураки, бегите, закручивают гайки так, что скоро и убежать не сможете. Вот что вы думаете об этом? Что я думаю? Что это глаз вопиющего в пустыне, к сожалению, Дмитрий Ильич, не обижаетесь. Не, не обижаюсь. Понимаете, посмотрите на статистику сталинских репрессий. Вот кто-то сейчас из моих друзей и знакомых, чьи блоги я читаю регулярно, совершенно справедливо написал, что даже если сплюсовать количество тех, кто сидел в ГУЛАГе при Сталине, количество тех, кто был бессудно расстрелян по приговору Троек, не говоря уже там о каких-то судебных процессах, все равно получается там один процент, полтора процента населения бывшего Советского Союза. И, к сожалению, поэтому правда и то, что описывал в своих книгах Солженицын, правда и то, о чем писал Варлам Шаламов, правда в книгах и фильмах других авторов, которые рассказывают рассказывают об этом страшном, ужасном времени. И правда, когда вот девушки, которые поют, утро красят нежным светом стены древнего... Где-то там весенним утром на рассвете гуляют по набережной москвы. Просыпаются с рассветом. Ну вот, понимаете, и вот попробуйте тем девушкам рассказать про ГУЛАГ и про бессудность приговоров Троек и про то, что на самом деле маршал Тухачевский не враг народа, а герой гражданской войны. И что Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бухарин, Рыков и прочие ленинские соратники вовсе не были врагами народа, а были честными, преданными членами партии большевиков. Вот боюсь, что точно так же достучаться до... Нет, я хочу извиниться перед теми, кто знал правду, да, потому что... Но это зависело от твоей личной судьбы, да, вот... Да, конечно. Потому что, потому что, вот скажем, моя покойная мама, она очень многое знала и очень многое видела. Но так сложилась ее судьба, там, ее родной дядя, брат ее матери, сгинул в ГУЛАГе, был бессудно арестован и даже неизвестно было, что с ним стало. Просто, вообще, вообще, вообще пропал без вести, что называется. У ее подруги, ближайшей, у Вали Поборчей, я так запомнил, вот мама все время вспоминала, что у нее была в детстве лучшая подруга, Вали Поборчей, у которой отец был какой-то среднего звена партийный работник, которого тоже такой хороший был дядь, как говорила мама, а его взяли, арестовали и расстреляли. А Вале с матерью пришлось уехать в ссылку, как членом семьи врага народа, да, вот, такие были истории, да, а вот моего папу, да, моего папу и его семью удивительным образом там репрессии обошлись стороной, хотя это совершенно не повлияло на его отношение к сталинскому режиму. И вот парадокс-то заключался в том, что мама моя, которая знала очень многое про сталинские времена, когда Сталин умер, пошла дурой и чуть не погибла в Давкино на Трубной площади во время похорон Сталина. А пап, который ее туда не пускал, пошел в этот день с друзьями водку купить за то, что усатый умер. Евгений Алексеевич, а вы знаете, вы сейчас сказали очень важную вещь. Все дело в математике. 300 миллионов было население до войны советской страны, примерно 300 миллионов. И поменьше. Ну, 250 возьмем даже, если, да. Ну, что такое один процент? Ничего, статистика, да. А, между прочим, это 2,5 миллиона человек, прошедших круги ада, расстрелянных и арестованных, гнивших в лагерях этих сталинских. Точно так же сейчас, смотрите, Россия, население 140 миллионов. А что такое 140 или 150 тысяч убитых? Наверное, все-таки меньше, потому что много убитых еще с ДНР, ЛНР, так называемых, это не Россия, и много уголовников убитых. То есть, оно так и растворилось, математика, да. Ну, подумаешь, у кого-то там где-то один процент всего. Вот, интересно, интересно вы сказали сейчас, это повод подумать об этом, конечно. Ну, позвольте мне каплю меда в ложку дегтя, да. Смотрите, я очень хорошо помню август 91-го года. Конечно. Я хочу сказать многим людям, которые об этом забыли. В августе 91-го года огромное большинство людей потеряло интерес к политике. Очередей к газетным киоскам, чтобы прочитать свежий номер огонька Виталия Коротича или последний номер московских новостей покойного Егора Яковлева или еще познакомиться с какими-нибудь публикациями демократической прессы. Уже никаких очередей не стояло. многие люди плевались и говорили пузом. Вся эта писанина, все эти разговоры, они нас никуда не привели, у нас жрать нечего. И уже, понимаете, вот тогда наступал момент, когда отсутствие колбасы было важнее, чем наличие свободы. холодильник опять стал побеждать достаточно демократически настроенный телевизор. Во всяком случае, вот я тогда работал в программе Вести, только что созданной весной того года, и это была абсолютно открытая оппозиционная программа, которая... Кони скакали. Даже, даже, по сути дела, мы нарушали все заветы, все правила журналистики, потому что мы были предвзятыми, мы были необъективными, мы, по сути дела, агитировали за реформы, за демократию, разоблачали консерваторов в окружении Горбачева, и Горбачева, который колебался и был во всем к тому времени нерешительным, тоже ругательски ругали. То есть, конечно, мы были не образцом журналистики в стиле Харти и Би-Би-Си, но это я сейчас понимаю, мы тогда уже проигрывали пустому холодильнику, тогда нам казалось, что мы очень крутые, мы страшно популярные, нас на улице узнают, но на самом деле все, что мы делали, было не так уж важно для огромного большинства жителей столицы и не только столицы, но понимаете, вот Москва была 10-миллионная тогда, наверное, в 91-м году, а на улице вышло меньше 10-ти процентов, но там кто-то говорит, что миллион людей вышел протестовать против... Ну, 1500 вышло точно. Ну, 1500 вышло, да, но 5 процентов, но 5 процентов, да, и эти 5 процентов победили, и эти 5 процентов победили, вышли-то там в двух городах-то по сути протестовать, в Москве да в Питере, по остальному Советскому Союзу народ безмолвствовал. Оказывается, иногда меньшинство заряженное правильной идеей, превращается в материальную силу гораздо более эффективную, чем молчаливое большинство. А говорили, что пессимист. Вот на этой оптимистической ноте, видите, все-таки оптимизм есть. Ну, понимаете, я не вижу, беда в том, что я не вижу сейчас, я вот не хочу уподобляться людям, которые говорят, что в России вообще нет людей, которые протестуют. Я не хочу уподобляться людям, которые говорят, что все за Путина, все за войну. Нет, посмотрите, сколько приговоров, сколько людей уже посажено. сотни уголовных дел, которые закончились обвинительными приговорами, есть люди, которые, вот есть Карамурза, которому дали 25 лет, и есть люди, которые получили тоже срока огромные, есть люди, которые там посажены под административный арест, есть сотни дел, которые расследуются, и тем не менее там люди продолжают протестовать от уровня перепоста, не боятся перепост делать каких-то антипутинских публикаций, разблочительных материалов, есть люди, которые по-прежнему выходят на пикеты, их мало, но они есть, но я не вижу, конечно, вот этой полумиллионной силы, которая бы взяла и в один прекрасный день вышла на улице протестовать, вот в этом, и ее отсутствие, ее очевидное отсутствие на сегодняшний день, оно делает меня, оно делает меня таким вот скептиком и пессимистом. И я думаю, что, к сожалению, сегодня почему-то, кстати, появилось две очень важных и приметных публикации. Одна статья известного экономиста и политолога, живущего за границей, Андрея Мовчана, в которой он как раз пишет о том, что сценарий плохой, и скорее всего у нас вот будет какой-то православный Иран, и абсолютно, наверное, не сговариваясь, известная ученая-политолог Мария Снеговая, которая живет и работает в Америке, вот точно такой же большой пост написала на своей странице в Фейсбуке, тоже говорит, идем к православному Ирану. Увы.